Всем привет! Я всех рада видеть на моем канале. Меня зовут Ольга. И сегодня я вас приглашаю для того, чтобы сделать сбор моим губным помадам. Вот у меня такое количество их. И уже равно мне тянется рука, чтобы их разобрать и половину, там, кое-какие марки повыкидывать, потому что их некачество, ну, оставляет желать лучшего. Прежде чем мы приступим, я хочу поблагодарить всех, кто оставляет, подписывается на мой канал, оставляет комментарии, свои пожелания, свои приятные отзывы. Я очень-очень рада. Я вас очень благодарю. Спасибо вам большое. Прежде чем мы рассмотрим все мои также губные помады, «Хочу показать новую новиночку, которую я приобрела вчера. Вчера гуляли мы по Москве, по Арбату, пыталась там отснять для вас влог, показать, какие есть достопримечательности, какие есть красоты, чтобы вы могли это тоже как бы оценить и увидеть». И зашла в «Альдебатэ», там была 15% скидка на Сефара, компанию, марку, и взяла новую губную помаду. У меня в номере R17. Сейчас в данный момент у меня незаконченный макияж, как вы успели заметить, и губная помада отсутствует. Хочу вместе с вами ее вскрыть и показать, какой оттенок я выбрала. Этот оттенок мне очень понравился тем, что он немножко с розовинкой, освежающий такой. Ну, сейчас увидите, посмотрите. Вот, потому что в основном у меня губные помады нюдовые, кофейные, бежевые. А мне захотелось, я искала долгое, захотелось что-то такое освежающее. Вот, так тяжело открывается. Вот, и поэтому, как бы, я решила все-таки ее приобрести. Постоянно зарекаюсь, что не буду приобретать новые, пока не использую. Вообще, по натуре человек-минималист, поэтому мне всегда, как бы, не люблю, когда лишнее лежит или что-то такое. Но все же. Эта марка мне очень сильно нравится. Нравится и качество их помад. Вот, я очень рекомендую, кому хочется именно вот это вот направление ихнее, она и увлажняет, хорошо лежит, то есть плотная, как бы, консистенция. И, что немаловажно, когда сходит с губ, то есть, там, попили, поели, она очень хорошо, равномерно сходит с губ, и нету никаких проблем. Потому что некоторые, об которых я сегодня буду рассказывать, очень неудачно все это происходит. Вот такой вот оттенок. Вот такой вот оттенок. Сейчас я ее нанесу и покажу, как это смотрится на губах. Вот такой вот оттенок. Ну вот, мой макияж и завершен. Очень интересная помада. Интересный оттенок. Я думаю, что мне идет. А вы что думаете? Ну, приступим дальше. Значит, начала я с помады, с которой у меня на губах новиночка R17. Рекомендую. Очень, ну, как сказать, приятно лежит на губах. Итак, с чего мы начнем разбор моих губных помад? С отрицательного или с положительного? Давайте тогда уж дальше продолжим. Марка Sephora. Sephora, Sephora все по-разному называют. Следующая такая же у меня помадка. В оттенке R65. На губы я наносить, естественно, свочи не буду. Если только на руку. Вот такой вот цвет. Нюдовый. Очень-очень приятный. Ну, что она там у нас? Кофейный. Вот такой вот оттеночек. Очень классная. То есть, это у меня уже не первая губная помада. Уже вот видите, сколько расход какой остался. Мне нравится их неконсистенция. Мне нравится их некачество. Как они сидят. То есть, это не матовые. Они не впитываются в токсина губы. И в то же время, они держатся достаточно долго. Из этой же марки следующий цвет. Это оттенок R16. Он немножко уже идет таким с розовинкой. Ну, я не так часто им пользуюсь. И если можно сказать, что вообще не пользуюсь. Но все равно, как бы, расход есть. Такого цвета, как бы, ну, такого направления цвета, я не очень сильно люблю. И из этой же марки у меня есть матовая. У них есть линейка матовая. У меня в оттенке с 40-го. матовая их помада, она уже застывает на губах. Конечно, нужно использовать праймер, потому что, чтобы она не подчеркивала ваши недостатки. Немножко подсушивают губы. Вот этот вот оттеночек, да, такой уже, как бы, вот, шоколадный. Немножко подсушивают губы, но, как бы сказать, не так сильно. То есть, которые некоторые, вот я буду показывать, насколько сильно это происходит. Ну, достаточно интересное, как бы, качество хорошее. Ну, я не так часто, если честно, пользуюсь такими матовыми помадами. Это то, что касается Сефара. Следующую помаду хочу показать от марки Кико. Оттенок 0,1. Вот такая вот помадка. Тоже она матовая. Тоже в нюдовом направлении. И она достаточно... Интересный цвет. Вот этот вот. Пользуюсь времени от времени. То есть, когда, вот, знаете, у меня вообще помадами пользуюсь матовыми по желанию. Когда я чувствую, что мне хочется какого-то матового эффекта или яркого эффекта. Ну, как бы, вот, мне нравятся эти помады. Дальше, следующая помада, которая мне очень нравится, матовая. Это белорусская косметика из серии Комплименты. Комплимент. Правильно, если будет. Вот такая вот, да. У меня в оттенке 14, тоже в нюдовом направлении. Очень нравятся мне ихние. Вот здесь вообще вы не почувствуете даже, что у вас помада на губах. Вообще. То есть, ни капельки не сушит. Даже если вы вот этот вот оттенок, даже если вы без праймера наносите, ни капли не сушит, не подчеркивает никакие недостатки. То есть, всё замечательно. Если вот на предыдущие, допустим, желательно наносить, вот на эти вот предыдущие, да, которые я показывала, желательно наносить праймер, чтобы она не подчеркивала шелушение или не уходила в складочки, то вот это вот можно даже без праймера. Вообще идеально. Ну, как бы, вот, белорусские помады мне очень нравятся. Так, следующая помада, которую я хотела бы вам показать, это... Давайте пройдёмся вот по этим двум помадам. Значит, первая, это у нас идёт матовая помада, но она не застывает. Это Maybelline в оттенке 930. Это уже не первый у меня бутылёчек. Так, фиксируйся давай. Это не первый бутылёк, 930 оттенок. Уже вот у меня сколько осталось. Мало уже, ну, практически скоро уже закончится. Но пока не буду покупать новую, потому что она немножко с рыжинкой. Вот этот вот оттеночек, он немножко вот сейчас вот, да, показывает... Немножко, ну, тёплые, тёплое направление с рыжинкой и не всегда подходит под какой-либо макияж. Следующая помада в 203 оттенке. Это у нас идёт компания L'Etoile, то есть марка L'Etoile. Очень красивый, нюдовый такой вот тоже у меня, вон сколько осталось, бежевый оттенок. Вот он идёт. Вот. Достаточно хороший, бежевый, натуральный, естественный оттенок. Вообще, я очень люблю нюдовые оттенки. И когда я делаю акцент на глаза, то я наношу, ну, такого направления оттеночки. А когда уже мне хочется сделать акцент на губы, то, конечно же, поярче. Вот. Значит, следующая марка MAC. Тоже моя очень любимая. Как Sephora, так и MAC. Они у меня два таких любимых направления. Две марки очень любимые. Первая это у нас идёт, так сейчас сказать, Scrimshin Modesty. Тоже с таким лёгким розовым подтоном. Это у меня уже осталось. Так, сейчас я вам покажу. Сотру предыдущие и вам быстренько покажу оттеночки. Очень компания вот марка MAC. Мне нравятся и тени, и их помады. И хочу у них попробовать с тональной основы. Никогда не пробовала. Хочу попробовать обязательно. Посмотреть, какое качество, что они себя вот в тональных основах. А если корректоры пользовалась, а тональной нет. Так. Такой вот оттенок. Он немножко с розовинкой. С розовым таким, бежерозовым подтоном. Но очень классно ложится на губах. Ровно, равномерно сходит. Никаких вот нету там чересчур подчёркивания недостатков или ещё что-то. И второй оттенок у меня в льве Тедди. Он уже немножко идёт в тёплом направлении. Нюдовый. Такой вот. Вы знаете, на руке одно смотрится. А когда ты наносишь на губы, совершенно по-другому всё смотрится. Поэтому они достаточно очень хорошие и классные вообще. Честно, присмотритесь. Сейчас, наверное... Чтобы сфиксировалось. Не совсем получается, потому что не видно. Там уже половина стёрта. Вот. Это то, что касается мак. Следующее я хочу показать вам. Тоже мне как бы нравится. Компания Марка Никс, да? Что мне у них нравится? Сейчас здесь практически всё осталось от Никс. Хорошенько я как бы испытала их губные помады и поняла, что не всё так там хорошо. Не всё так удачно у них сделано. Губная помада матовая. В оттенке 35. Вот такая вот. И вот её оттеночек. Вот этот вот. Он холодный. И он такой коричневый с немножко с фиолетовым понтоном. Очень классно смотрится на губах. И классно держится. Мне очень-очень понравилось. Рекомендую её. Дальше. Две такие у меня есть губные помады. Это Soft Matte Lip Scream. В оттенке 14. Тюрих. И в оттенке 02. Стальгольм. Вот это направление, линейка, мне нравится. То есть она застывает на губах. Она держится на моих, по крайней мере, губах. Это мой лично, сугубо личный опыт. Она держится очень удачно. Оттенки очень красивые. Достаточно как бы ровно. Ничего не подчёркивает. Да, подсушивают с легальца губы. Но я наносила как и с праймером, так и без. Вы знаете, нормально всё исходит равномерно. Вот это вот направление, ихняя линейка, мне очень нравится. Как бы, в принципе, можно использовать. И рекомендую. Вот Тюрих у нас получается 14 и 02 Стальгольм. Оттенки очень красивые. И очень красиво смотрятся на губах, уже сказала, да. И у них есть вот такие вот блески. Оттенок 20. Но, знаете, я не очень люблю блески. Поэтому рекомендовать я его не могу. Тот, кто любит блески, он, наверное, использует. Что есть классно? Это шикарный кофейный запах. Очень кофейный, классный, шикарный запах. Ну, держится липкость. Даже не буду наносить сводч. Такой вот он кофейный сам по себе. То есть, как бы, липкие на губах. И достаточно, как бы, ну, мне не нравится вообще это. То есть, я это не рекомендую. Не очень-то. Есть у меня такая помада, очень давнишняя. Никак не могу выкинуть её. Это марка Науба. 403 оттенок. Когда-то я ей пользовалась. Как бы, вот, ну, оттенок достаточно, ну, красивый, в принципе, да. Шоколадный такой оттенок. Вот он. Ну, что-то как-то к ней у меня забылась. Рука не тянется и не знаю даже. Не знаю, выкину или оставлю. Посмотрю. Ну, это то, что касается положительных таких вот отзывов моих по поводу моих губных помад. То, что я вам могу рекомендовать. Вот марку Мак, Сифара, Кика очень у них удачные, да. Как бы, есть помады белорусская, вообще прям рекомендую. Вот белорусскую, Мак и Сифара, это вообще вот 5 с плюсом, ну, ура. Всё остальное, как бы, ну, 50-50, да. То есть, как бы, нет такого, что прям вау. И сейчас хочу вам рассказать то, что мне радикально не нравится, то, что я планирую выкинуть, потому что, ну, это ужас. Это ужасно. Вот у меня их сколько. Линейка, марка Никс, да, и ихняя линейка Линжери. Девчонки, это просто трэш. По-другому я сказать не могу. Как только я не старалась, как только я не думала, ну, может быть, всё-таки дам шанс. Ещё, ещё, и с праймером, и без праймера. Но бесполезно, просто бесполезно, потому что всё это настолько ужасное качество. Конечно, может быть, кто-то сейчас скажет мне, что ты не права, ты не можешь пользоваться, ты не можешь их наносить и всё такое. Ну, возможно, возможно, но это мой опыт и моё мнение. Значит, что я вам хочу сказать. Начнём. Как оттенки очень классные. Вот такой оттенок 0,8, флёрт, ну, тёплого подтона. Сами оттенки просто колоссально красивые. Вот просто красивые. Очень красивые, но качество ужасное. Что происходит? Сушат губы просто ужасно. Праймером, без праймера ужасно. Подчёркиваете, складочки, все шелушения, недостатки. Сходят с губ кусками, вот просто кусками. Понимаете, неравномерно как-то плавненько. А кусками сходят губы. Поел ты, не поел, бесполезно. Просто кусками сходят и всё. И очень сильно сушат губы. Чрезмерно. Потом, так, убираю в сторону. Следующий оттенок 0,6 Push Up. Тоже у них тёплый подтон. Но здесь, если флёрт, он идёт немножко с розовинкой. А Push Up идёт прям вообще тёплый. То есть, видите, вот первый, который я показывала, флёрт, он с розовинкой. А здесь прям вообще тёплый, беш-тёплый прям такой. Ну, смотрится на губах, как оттенки. Они достаточно красивые. Но по качеству я уже вам всё сказала. Вообще у меня, честно, очень такое прям даже есть возмущение. Потому что, потратив столько денег и подумав, что, ну, так она расхвалена, эта лилейка, а на самом деле, ну, ничего вообще нет. Номер 18 у меня. Очень красивый оттенок. Вы знаете, с этим оттенком очень хорошее происходит отбеливание зубов. Вот этот вот оттеночек. А вот этот. И с ним достаточно такая красивая голливудская улыбка. Прям отбеливает, белизна зубов подчёркивается. Следующий оттенок, Bastard. Тоже с ним красивые зубки появляются. Даже вот с этим больше. Он холодный. Вот этот вот тёплый, а этот более холодный. И вот с ним вообще прям белёсый-белёсый. Как будто вы специально пошли и отбелили. Это 18... 15-й оттенок Bastard называется. Следующий оттенок у меня 02. Это с фиолетовым таким подтоном. Очень холодный. Очень красивый. Очень. Но вот вы знаете... Вы меня извините за выражение. Собака полосит постоянно. И не то. Не то, что хотелось бы. Так. Следующий у меня 25. Даже куда наносить-то его? 25. Я даже вообще 25 вот этим даже и ни разу не пробовала. Не пользовалась. Ну, в том плане то, что... То ли он мне в подарок шёл, то ли что. Не помню. Вот этот вот 25-й оттенок. Ну, с розовинком. Такой тёплый с розовинкой. Да, красивый тоже оттенок. И что самое главное, со временем у них начинаются комочки появляться. Собираются в комочки. Девятый оттенок... Как там? Кос? Корсет. Корсет. Девятый оттенок. Очень красивый. Нюдовый. То, что мне нравится. Вот он, да. Нюдовый. То, что мне нравится. С таким даже холодный, с серинкой оттенок. Но вот качество ужасно. И есть у меня ещё одно направление. Вот эта вот рехня линейка. Не буду ломать язык. От NYX. Тоже ужасно. В оттенке 0,7. Ужасно в том плане, то, что... Сюда вот вам нанесу, покажу. Красивый, шоколадный. За его оттенка только взяла. Попробовать не стала брать. Вот после линжери, когда вот с таким опытом вот этот вот оттеночек. Не стала брать что-то другое. Потому что уже когда такой у меня негативный опыт с линейкой линжери, думаю, ладно, попробую вот эту вот линейку ихнюю. Может быть классно. Но что с ней происходит? Полосит ужасно. На праймер, без праймера. Сходит ещё хуже. Это хоть там засыхает и как-то комочками отваливается. А это прям вообще ужасно. То есть я даже не могу это описать. Но по крайней мере на моих губах. Может быть у кого-то более положительный опыт. Но вот у меня вот получилось вот так вот. Это вот то, что касается моих отрицательных отзывов по поводу Никса, линжери и вот этой вот линейки помад. Их я планирую выкинуть. Потому что, ну, девчонки занимают просто место. Я не знаю даже с ними что делать. Как я только ни старалась, бесполезно. И надо с ними, наверное, распрощаться. Потому что, ну, ужасно. Ещё у меня есть два направления тоже. После линейки линжери они решили сменить немножко формулу в помадах. И запустили другую. Ну, тоже наподобие как линжери. Я купила две штуки попробовать. Они, как они заявили, что они туда добавили какие-то масла. Чтобы не было там, слишком не высыхали губы. Видно, что отзывов полно отрицательных. У меня в оттенке 0,2 это с фиолетовым таким вот. Ну, я уже показывала. С фиолетовым направлением. Вот в таком вот оттеночке холодное. И в оттенке 0,1 это с тёплым уже направлением. Он такой бежевый-персиковый. Бежевый-персиковый. Что могу сказать? Ну, оставлю их вот эту вот парочку. Дам им ещё несколько раз шансов. Попробую. Наносится уже легче. Не так сильно сохнет. Но полосит ужасно. Полосит ужасно. Когда ты наносишь несколько слоёв, соответственно, она начинает сушить губы. И хуже уже некуда. Полосит ужасно. Ну, попробую вот эти две. Если это вот я уже решила выкинуть, эти две парочки оставлю, посмотрю. Недовольна Никсом. Очень недовольна. Больше люблю, конечно, вот ихнюю линейку Soft Matte и Lip Scream. Вот это могу вам советовать. Оттенки хорошие. В принципе, из матовых направлений я имею в виду, которые высыхают на губах. А так, чтобы... Ну, вот эти вот матовые, оно у них классное. Вот эти вот они хорошие, рекомендую. Но пришла к выводу, что уже надоело что-то знать, экспериментировать, что-то пробовать. Просто решила остановиться очень всегда довольна маком. У них есть тоже матовые помады. Ни разу не пробовала. Тоже 50-50. Кому-то нравится, кому-то нет. Но я ни разу не пробовала. Но вот эти вот, ихни пульки, очень люблю. Вот. Сифара очень люблю. Вот это направление помад. Ну, и матовые тоже у них. В принципе, можно к ним приноровиться. И классные. Очень рекомендую. У Кика можно присмотреться. У Белорусской комплименты вообще классные. Ну, а это всё так. Всё остальное как бы ерунда. Ну, вот всё, что я вам хотела показать и разобрать, чтобы уже вот окончательно распрощаться с то, что мне не нравится. Вот. Вот эта новая помада мне достаточно нравится. Хорошая, красивый цвет. Спасибо, что ещё раз заглянули на мой канал. Спасибо за просмотр. Не забывайте ставить пальчики вверх, кому понравился. Если кому не нравится, и вы ставите здесь лайк, пожалуйста, если вам не трудно, напишите в комментариях, что именно вам не понравилось. Может быть, какой-то вы дадите совет, рекомендации. Мне будет очень приятно прочитать и воспользоваться вашим советом. Не забывайте подписываться и всего хорошего. Берегите друг друга, ухаживайте за собой. Пока-пока. До новых встреч.